Как научиться разоблачать фейки и фильтровать лживую информацию? Какие есть технологические аспекты информационной безопасности? И что сегодня может сделать каждый на информационном фронте, чтобы успешно противостоять западному образу современности? Обо всем этом говорили участники пленарного заседания форума «История для будущего». Почетные гости, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, военный эксперт Михаил Ануфренко, писатель Дмитрий Пучков и другие, дискутировали про информационное противостояние агрессии извне и о работе по патриотическому воспитанию. По словам губернатора, меняющееся время и новые угрозы диктуют и новые подходы, методы и даже язык общения. Я уверен, что форум даст очень мощный импульс на самом деле организации настоящего информационного фронта. Сегодня в отношении нашей страны, в отношении нашей истории совершенно точно ведется настоящая информационная война. И мы должны объединиться, мы должны каждый внести свою лепту, чтобы и в этой войне победить. Также участники пленарного заседания отвечали на вопросы из зала, в котором собралось много школьников и студентов. Молодые люди задавали вопросы и сами активно участвовали в обсуждении. Молодым людям четко доносится информация, как отличить фейки от нефейков. В наше время это достаточно очень важно и очень значимо. Надо именно знать историю, чтобы не повторить ошибки Погношевого и точно знать, что с опорой на историю нужно идти вперед. Организаторами форума выступило военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта «Образование». Цикл «История для будущего» задуман как статусная экспертная площадка для обмена мнениями по проблемам информационной безопасности, формирования устойчивых патриотических моделей реакций на информационное давление стран Запада и поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве. Этот форум нужен, этот форум крайне своевремен. Я очень надеюсь, что он и в дальнейшем будет проходить в других городах, в нашем городе, но и будут создаваться подобные площадки. Открылся форум с выступления российского блогера и публициста Дмитрия Пучкова. Он пообщался с аудиторией на тему возросшего количества недостоверной информации в интернет-пространстве и о борьбе с ее распространением. С моей точки зрения это должно быть поставлено на поток. Вот поступил некий, так сказать, вброс, и все возбудились, завыли, захрипели, забились в истерике. Он именно для этого и предназначен. Ну так надо немедленно пояснить, что такое на самом деле. Это нельзя оставлять без внимания. После обеда гости могли познакомиться с работой трех секций. На одной обсуждали сопоставление реальности и виртуальности. На площадке традиции и современности обсуждали, как массовая культура транслирует различные образы во всех форматах, какие модели и образцы предлагает и что нужно сделать, чтобы не поддаться этому влиянию. А на лекции «Современная против настоящего» культуролог Алексей Чедаев рассуждал о том, что такое современность и почему информационные технологии стали оружием. В информационном пространстве, в информационном потоке люди обсуждают новости и вырабатывают свое к ним отношение. Но то, насколько это получается, побеждать в этих информационных битвах, зависит от того, насколько у тебя прочная и устойчивая картина мира. Система ценностей. Встреча в Самаре стала уже шестой в рамках форума «История для будущего». В течение года конференции прошли в Калининграде и Екатеринбурге и были посвящены различной тематике. Образы Петра I и Александра Невского, последние месяцы СССР и новый взгляд на будущее страны. Завершится цикл в Москве 22 ноября и будет приурочен к столетию образования Советского Союза. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.